Саладин родился в 1138 году в городе Тикрит. Дед и отец мальчика были по происхождению курдами и служили в тюрко-сирийском войске офицерами, но мальчик с детства тяготел к наукам, а не к военной подготовке. Он изучал алгебру. Геометрию, в частности, был знаком с Евклидом и Альмагестом. Но больше всего Саладин интересовался учением ислама. Юноша цитировал любое место из Хамаса, сборника стихотворений арабских авторов, а также произведения Абу-Тамама. Саладин любил скакунов и знал в них толк. Он разбирался в генеалогии народа и мог пересказать биографию любого героя прошлого или настоящего. Размышляя о судьбах мира, молодой человек осознанно утвердился в том, чтобы начать военную карьеру. Саладина уже в ранние годы волновала судьба арабского мира, который с честью отстаивали его отец и дед. Первым наставником юноши в обучении военному делу становится дядя Асат Аддин Ширкух. Саладин смог за короткое войти в десятку сильнейших воинов армии Амира Дамаска Нура Аддина. После начала крестовых походов в 1096 году мусульмане постоянно стремились освободить от неверных святой город, в котором по преданию произошло вознесение пророка Мухаммеда на седьмое небо. Поэтому арабские правители вели ожесточенную борьбу с крестоносцами за право обладанием Иерусалимом, и эта война стала смыслом жизни Саладина. В 26 лет Саладин участвовал в освободительном каирском походе войска своего дяди. Ширкух помог восстановлению правления египетского визиря Шевара, но вместе с тем планировал дальнейший захват территории государства. Такое положение дел не устроило правителя, и он попросил помощи у иерусалимского короля Амари I. Войско Ширкуха находилось в крепости Бельбейса, которую противник начал осаждать. Саладин в этих боях оттачивал военное мастерство, а также умение мыслить стратегически. Проиграв трехмесячную осаду Бельбейса, воины Шевара вместе с крестоносцами отступили в пустыню, что находится западнее Гизы. Саладин принял на себя командованием правым крылом армии, и после кровопролитного боя победил противника, загнав воинов в непроходимые для лошадей пески. Ширкух вышел из битвы победителем, но с большими личными потерями. Местом дислокации выживших крестоносцев и подоспевших к ним на подмогу единоверцев, стала столицей Египта, тогда как Саладин и Ширкух обосновались в Александрии. Спустя четыре года крестоносцы согласились покинуть Египет. Еще через год Шевар был пленен и казнен войском Ширкуха, а Саладин занял его место. Правитель Нура-ад-Дин, которому прежде повиновался отважный воин, был недоволен самоволием Саладина, но вскоре два правителя нашли общий язык. В 1174 году Нура-ад-Дин скоропостижно скончался от сильной ангины, и султан Египта получил возможность стать амиром Дамаска и правителем Сирии. Используя политическое вмешательство в дела потерявшего лидера Дамаска, а также силовой метод вторжения, Саладин был признан главой государства и родоначальником династии Айубидов. Объединив земли Египта и Сирии, Саладин стал правителем крупнейшей территории на Ближнем Востоке. В целях укрепления собственной власти Саладин использовал близких родственников на всех ключевых государственных постах. Полководец создал современное войско, которому не было равных на тот момент, усилил флотилию. Преобразовав государство и армию, Саладин объявил войну неверным, оккупировавшим территории Малой Азии. Такое соседство напугало императора Византии Алексея I и вынудило просить помощи и защиты у Папы Римского. Войну против крестоносцев, обосновавшихся в Иерусалиме, Саладин начал в 1187 году, когда уже создал мощную империю, окружившую территорию священного города. Безупречное войско, состоящее из дальнобойных лучников, конной артиллерии и пехоты, к этому времени одержало много громких побед. Первой военной операцией, направленной на рыцарей, стала битва при Хотине. Благодаря правильно выстроенной тактике, заманив европейцев в непроходимые пески, мусульмане перебили больше половины армии противника и пленили 20 тысяч рыцарей. К победителю попали высокопоставленные крестоносцы, а также главнокомандующие европейским войском. После победы близ Теверятского озера Саладин взял Акру и Яффу, палестинские города, находившиеся под управлением рыцарей. После чего осенью 1187 года армия Саладина вошла в Иерусалим, и власть в городе перешла к последователям ислама. После торжества победы Саладин сумел сохранить человеческое лицо, многим пленным оставил жизнь и разрешил посещать святые места и Иерусалима. От христиан он требовал только одного не поднимать меча на мусульман. Но Ватикан не собирался сдаваться, и началась подготовка к третьему походу крестоносцев, который начался в 1189 году под руководством правителей Англии короля Ричарда Львиное Сердце, Франции Филиппа II и Германии императора Фридриха I. Европейцы не могли найти согласия и поначалу много ссорились, но после гибели немецкого императора и распада его войска на стороне католиков остались только две армии. Поначалу христиане даже побеждали. В 1191 году после взятия города Акры Филипп II поспешил вернуться домой, оставив английского короля один на один с армией сарацинов. Саладин не заставил себя долго ждать и уже 7 сентября 1191 года выступил с военной операцией при городе Арсуфе. Противостояние двух армий закончилось через год подписанием перемирия, которое предусматривало бесконфликтное существование двух религий на территории Иерусалима с преобладанием власти мусульман. Саладин чтил христианские святыни и даже молился у гроба Господня. При правлении султана не был разрушен ни один христианский храм. Саладин, как истинный мусульманин, содержал несколько жен, но в летописях их имена не сохранились. Известно только то, что после смерти Нура-ад-Дина вдова султана Исмат Аль-Дин-Хатун стала женой следующего правителя. От нее у Саладина родилось двое сыновей Гази и Дауд. Всего по историческим данным у Саладина насчитывалось 4 или 5 жен, не считая наложниц. Законно рожденными считались 17 сыновей и дочь. Саладин шел к своей цели восстановлению арабского халифата. Для этого он в конце 1192 года начал подготовку к походу на Багдад. Но в конце февраля 1193 года внезапно слег. Причиной недуга стала желтая лихорадка. 4 марта Саладин скоропостижно скончался в столице Сирии. Чаяния султана остались нереализованными. Объединенное им царство было раздроблено сыновьями после его смерти на несколько территорий.